друзья приветствую сергей из москвы прислал образцы масла значит mobile 1 x1530 вот описание масло автомобиль условия эксплуатации значит такое масло я уже проверял но единственный момент что это масло июнь двадцатого года вот дата тут а я проверял масло с другими допусками значит это sn ильсак gf5 а я проверял sp и ильсакс ильсак gf6 значит вот пожалуйста подписано сергеем данное масло ну и смотрите какой момент тут значит из mobile 1 и спешка была там путаница с показателями вот c3 показывал очень высокие данные я разобрался я вот здесь на примере этого масла понял в чем моя ошибка смотрите значит первым делом естественно я проверю сейчас свежее масло сравню с тем маслом которое присылалось мне ранее более свежие значит вот я подписал что это москва одну буковку перепутал сорян значит подписал что москва что июнь двадцатого года и давайте сравним с эталоном из более свежей партии я думаю что это наверное двадцать первого года был мобил эталон и посмотрите какая ситуация по противоизноскам сто сорок четыре процента десять и пять щелочное в чем же прикол просто когда я создавал эталон из свежего масла из шестого ильсака я использовал данные с одного очень известного сайта как сказала вот им не будем ходить вокруг да около как сказал таркон самому известному в этой половине земного шара значит я использовал данные со старого масла понимаете да с более жирный то есть я прописал более жирный пакет грубо говоря в новом масле и теперь когда я проверяю старое у меня она закидывает еще дальше вот из-за этой путаницы ну и получается вот эта фигня то есть мне надо было на эталоне вообще прописать там не 8 4 8 и 5 там а 7 и 5 там к примеру как ильсак 6 понимаете и вот из-за этого отпустили вот смотрите я вам показываю как отличается одно масло от другого вот она измененная рецептура красная черная это просто разные рецептуры видите здесь есть отличие сейчас следующий фрагмент покажу то есть вот вот так подправили рецептуру вот видите где-то где-то пике пониже и все такое но вот опять эти данные сейчас что я сделаю я создам эталон уже с вот этой старой рецептуры пропишу ее корректными данными и проверю масло то есть сейчас я вам покажу процесс максимально ускорю я закладываю обновляю спектрограмму вот относительно будет болванки сейчас данные посмотрите болванка из грубо говоря кастрола ну вот такая спектрограмма видно небольшая ступенечка но что-то из тервая есть там незначительная выбираю данное масло вот она джейс 5 июнь 20 но и вот посмотрите противоизносных присадок сто двадцать один процент прибор намерил это относительно какого-то какого-то уровня 030 кастрола посмотрите кислотный 186 и щелочной 7 и 3 то есть как бы все понятно здесь все более-менее корректно но значит в описании к видео если кому интересно можете почитать отличие гостов для свежей отработки здесь возможно вот это как раз вот разница показана по по свежему госту этом ниже там от 0 5 до полтора единиц поэтому я поставлю те данные которые ну примерно те которые намерили там на одном известном сайте ну короче я поставил 8 и 4 для старой рецептуры естественно если сейчас сравнить с тем маслом то покажет ниже уровень и по присадкам и по и по значит щелочному то есть все корректно вот здесь была ошибка что я использовал данные ну и не не сверил даты грубо говоря хотя по датам непонятно когда это изменение произошло так значит смотрите приход переступаем к проверке отработки это камри 55 пятнадцатого года 2 и 5 мотор 2 r fs 181 сила объем масла 45 литров пробег 94000 небольшой пробег на масле 7800 километров 300 моточасов топлива роснефть 95 пульсар используется автозапуск регулярно много пробок частые прогревы значит 240 моточасов из этих 300 это город и 60 это трасса давайте посмотрим что показала масло так и вот такая картина сейчас на экране будет значит немножко другая картинка и я вам поясню я просто лимиты забыл подправить вот этого масла и у меня там немножко желтым засветилась но не обращать внимание просто я когда переснимал эти данные не переснял на автоаппарате прошу прощения и посмотрите противоизносных присадок 38 процентов подрабатывается гликоли четыре десятых процента посмотрите не трава не машине определенно тяжело дышать тут надо смотреть или впуск или выпуск может быть катализатором забит может быть воздушный фильтр расходомер ну целый пакет сажи не так много одна сотая процента ну и вот я считаю что не трава не прибило щелочное потому что посмотрите не так сильно выросла кислотная 301 всего щелочное просто ну упала 2 и 6 с 8 4 до 2 и 66 здесь однозначно заслуга и автомобиля и очень тяжелые условия я думаю все таки 240 моточасов по пробкам там и скорость низкая средняя скорость по городу сергей написал 15-18 км в час вот такой тест получился конечно по пробегу это немного масло уже перекатана сейчас я покажу вам сколько она выдержала то есть она выдержала в данных условиях данном автомобиле меньше 300 часов чуть меньше 300 часов вот и все-таки и сергею надо посмотреть посмотреть обратить внимание на гликоль возможно антифриз попадает вот значит ну и впуск выпуск почему мат мотору тяжело дышать а ему тяжело дышать этом на 27 единиц изменилась не трава не начальная низкая 34 и в конце там больше 30 так сейчас сравнение вязкости до видим что городской режим примерно на ну чуть меньше половины разрежения от максимального уровня достаточно высокий уровень разжижения вот то есть и топливо попадает возможно что это вот прогревы автозапуск по 30 минут сергей написал что работает автозапуска два раза в сутки да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео вот ну и оценка ресурса по полученным данным значит в данном автомобиле при данных условиях 7300 с небольшим километров на масле и 282 часа для льсака вроде и неплохое но повторю это тяжелые очень условия город москва пробки прогревы вот частые и и есть какая-то какая-то проблема со смесью то есть богатая смесь автомобиль тяжело дышать с этим надо разбираться вот как я уже сказал расходомер воздушный фильтр да даже если меняется воздушный фильтр не всегда там даже сталкивались с таким что покупали оригинальные а он быстро забивался и возможно подделки фильтров вот воздушных такое распространенное явление на мой взгляд вот и катализатор проверить еще потому что если он забит в пробке конечно тоже может давать вот такое нитрование ну однозначно машине повторюсь тяжело дышать продувка цилиндров плохая так ну что я могу сказать благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока